Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня 4 ноября, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в мире и в Украине, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Сегодня, если кто не знает, в Российской Федерации отмечается День Народного Единства, это такой праздник-суррогат, введенный в начале 2000-х годов на замену 7 ноября, то есть коммунистическому празднику, который назывался Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции. Совсем не хотели отменять этот праздник и вот придумали ему некую замену, долго не могли придумать никакого смыслового содержания для этого праздника, потому что, ну, как бы никто, ничего, никогда в жизни в Российской Империи, даже я уже молчу про Советский Союз или Российскую Федерацию, никогда 4 ноября не отмечал. Но думали-думали и придумали. Вот потихоньку, с ходом времени, этот праздник превратился в праздник всего имперского, всего фашистского, ксенофобского, злобного и неприятного всего того, что есть в Российской Федерации. А сейчас, по сути, это превратился в праздник в День Государственной Политики Российского Руководства Российской Федерации. То есть, наконец-то, этот праздник хоть какой-то смысл получил, хотя довольно кровожадный, мерзкий и тошнотворный. Тем не менее, в этот день всегда традиционно оживляются разного рода имперцы, фашисты, ксенофобы и тому подобное публика. И в этот раз, в общем, исключения не получилось. Уже есть несколько странных заявлений. Одно из них это заявление бывшего президента России, ныне занимающего пост заместителя секретаря Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Цитата о... его цитата о российско-украинской войне уже, на самом деле, стала знаменитой. Из телеграммы, естественно, он в последнее время коммуницирует с человечеством посредством телеграмма. Других источников коммуникации у него не осталось. В общем, он написал. В чем наше оружие? Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех наших врагов в гиену огненную. Но это не наша задача. Мы слушаем слова Создателя в сердцах наших и повинуемся этим словам. Эти слова дают нам священную цель. Цель остановить верховного властителя ада. Какое бы имя он ни использовал. Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель погибель, а наша цель жизнь. Его оружие затейливая ложь, а наше оружие правда. Именно поэтому наше дело правое. И именно поэтому победа будет за нами. Конец цитаты. Я думаю, все плюс-минус узнали Медведева. Хотя российский политолог Станислав Белковский предположил, что это уже Проханов. На самом деле, да. Есть такой российский публицист, писатель Александр Проханов. Это человек, который всю свою жизнь был сжираем, собственно, своей гомосексуальностью. И все его творчество об этом свидетельствует. У него всегда какие-то стержни, какие-то вздебающие, какие-то краны и так далее. Вот везде у него один и тот же лейтмотив. И особенно он про нефть много писал. Про то, как дырявит нефть. Из этой дырки льется что-то коричневое. Короче говоря, очень странный персонаж. И вот он писал в подобного рода выражениях. Я же не знаю, живой он или нет. По-моему, вроде бы живой еще до сих пор. Но действительно, стиль нынешнего Медведева похож на стиль когда-тошнего Проханова. Ну, все люди, прочитавшие это, увидели и решили, что, в общем, тут все понятно. Что у Медведева очередная белая горячка. Не секрет, что он злоупотребляет спиртными напитками. Но у него белая горячка. И об этом, в общем, все написали. Честно говоря, никто даже особо и не удивился, как мне кажется, очередному такому излиянию Медведевского разума или того, что от него осталось. Но мне кажется, ситуация здесь намного интереснее. Или немного интереснее, кому как ближе. Потому что, посмотрев на этот текст, текст Медведева под другим углом, мне кажется, что Медведев дело говорит. То есть, он правильно все пишет. Объясню. Во-первых, действительно, надо признать, что идет война против сил тьмы. И силы тьмы сейчас действительно мечтают уничтожить все живое. И на самом деле, у них даже есть такая возможность, поскольку они располагают ядерным оружием. Вот, собственно, в этом и нюанс. Как нас учит философия, если так можно сказать, шамана Александра Габышева российского, демоном нижнего мира, в этой всей ситуации является никто иной, как лично Владимир Путин. Вот тут важный нюанс. Он является именно не человеком, одержимым демонами, согласно учению Габышева, а именно демоном, существом из нижнего темного мира с четырьмя пространственными измерениями. В нашем мире это существо появилось в результате какого-то злобного, извращенного, больного эксперимента последователей сил тьмы. Вот появился, отпочковался откуда-то и вылупился в нашем мире вот это создание из другого мира, а именно Владимир Путин. Собственно, вы помните, я думаю, по крайней мере те, кто смотрит эту мою передачу довольно давно, или канал смотрит мой давно, я довольно подробно говорил о том, что шаман Александр Габышев несколько лет назад направился пешком через всю Сибирь из Якутии в Москву для совершения на Красной площади в центре российской столицы некого обряда, ритуала, как хотите называйте, по изгнанию Владимира Путина туда, откуда он, собственно, явился, то есть в нижний вот этот темный мир. Шаман, собственно, еще в девятнадцатом году предупреждал, что в случае неуспеха, провала его похода, Владимир Путин в своей ненависти ко всему живому развяжет какую-то адскую войну и попытается все это живое уничтожить. Тогда над шаманом многие смеяли, даже я смеялся, каюсь, но, как видим сейчас, он действительно, я имею в виду Владимир Путин, хочет уничтожить все живое и действительно развязал уже войну и идет довольно бодро на пути к ликвидации жизни на нашей планете. Тогда, в девятнадцатом году, по мере приближения шамана Габышева к Москве, у Владимира Путина постоянно увеличивалось число и качество проблем и всяких неприятностей. Помните, тогда затонула подводная лодка Лошарик, это очень странная такая, тоже темная лодка, действующая у самых придонных каких-то там, на придонных глубинах, на самых больших глубинах. Там начался пожар и вот эта лодка, действительно дьявольское изобретение, утонула именно тогда. Тогда уже начались пожары в лесах, тогда взорвалась ракета Посейдон, которую там пытались запустить где-то на севере. Тогда же началось восстание, представьте себе, в городе Улан-Удэ. Вышли огромное количество людей, вышло на митинги. В Улан-Удэ, это столица Бурятии, никогда ничего подобного не было. Наверное, лет так уже, да чтобы вам не соврать, наверное, лет сто со времен, даже больше, со времен гражданской войны прошлого века в России. В Москве начались массовые митинги и так далее. То есть, как бы не относиться к заявленной цели похода шамана Александра Габышева, по мере его приближения к Москве, действительно у Владимира Путина стали появляться очень-очень серьезные проблемы, о которых сейчас уже почти все забыли, но тогда это было абсолютно очевидно и ярко. Так вот, Владимир Путин тогда бросил против шамана спецназ ФСБ, его тогда сумели нейтрализовать, отправить в психушку шамана Габышева. Его, кстати, до сих пор держат под замком и постоянно его еще и пытают там. Для всего окружающего мира, ну, я так понимаю, позиция Владимира Путина состоит в том, что для окружающего мира Габышев должен быть, представляться таким больным психом, ненормальным, а вовсе не человеком, который на самом деле абсолютно верно, очень давно, безошибочно указал, во-первых, на дьявольскую сущность российского правителя, а во-вторых, на то, что шаман буквально прям по шагам описал, что будет делать Владимир Путин в будущем, если бы не отправить его в ад, откуда он появился. Вот такая вот история. Теперь давайте посмотрим на то, что из себя представляет Дмитрий Медведев. Ну, это когда бывший питерский интеллигент, неизвестно как, я думаю, его заманили в эту контору с помощью свойственной ему жадности, алчности. Так вот, он оказался в среде гопников, бандитов, ну и вот этого дьявольщина. Стал в какой-то степени инструментом, стал шестеркой всех этих людей. И, в общем, можно сказать, что он профукал, пробакланил, пролюбил, как угодно еще скажите, свой исторический шанс что-то поменять в Российской Федерации. Потому что я, на самом деле, верю, что когда он стал президентом, он искренне хотел модернизации, искренне хотел развития, мира и всякого такого, но не смог переступить через своих друзей и пошел у них на поводу и свой шанс исторический пробакланил. И теперь, в результате того, что он предал самого себя, он убил себя, убил свою судьбу, стал таким живым трупом фактически ходячим, зомби стал, лишенным не только какого-то ума, рассудка, но и самое важное, человеческого достоинства, просто человечности в нем почти не осталось. Знаете, он стал вонючкой из «Игры престолов», если кто-то смотрел сериал или книгу читал, поймут, о чем я скажу. Но если кто не читал, скажут, что это человек, от которого действительно в этом сериале, в этой книге просто выжили все человеческое, и он стал рабом своего врага. Так вот, сейчас Медведев является таким выпотрошенным и сожженным алкоголем телом, которое стало всеобщим посмешищем, в том числе благодаря действиям самого Владимира Путина, который неоднократно выставлял Медведева посмешищем. И сейчас, как мне кажется, Медведев, вот оказавшись в такой не очень веселой ситуации, пытается через свои посты в Телеграме выразить ненависть и к самому себе, ставшему тем, кем он стал, или чем он стал в данном случае, и к системе, которая его так сильно перемолола, переколбасила. Поэтому сегодняшнее заявление Дмитрия Медведева сделано изнутри режима, равно как и старые, но тут важно, старые, но не устаревшие слова Александра Габышева, сказанные снаружи этой системе, о ее сущности и о сущности предварителей этой системы, они на самом деле предельно точны по своей сути. Хотя, конечно, оценивают эту реальность и описывают эту реальность с разных сторон, с разных перспектив. Если Габышев тогда еще, несколько лет назад, пугал и даже смешил, вызывал улыбки, конечно, такие пожимания плечами, своей буквальностью, он как бы, ну кто, человек говорит, правительство России из ада, ну все посмеялись, конечно, да, вот эта буквальность его, конечно, смешила, да, вот эти заявления, вот да, это демон. То у Медведева тоже нельзя, просто, как бы сейчас его сложно воспринимать, потому что читать его все эти излияния необходимо с точностью до наоборот. Вы сейчас сами в этом убедитесь, я потому что просто офигел, когда это понял. Когда вы, я думаю, узнаете эту правду, сейчас вот я попытаюсь это организовать, вы будете поражены, насколько точны и грамотны оценки дает Дмитрий Медведев в своих телеграммных постах, что это на самом деле все правильно, он пишет. Смотрите, для того, чтобы просто понять, о чем он ведет речь, нужно поменять в его излияниях Украину на Россию, Запад на Восток, ну и так далее. То есть, вот поменять действующих лиц на противоположные. Итак, смотрите, я читаю, что пишет Медведев, заменив соответствующие слова на противоположные. О, свет у меня отключился. Первое. За что мы воюем, пишет Медведев. Украина, это, то я поменял уже, да, Украина это огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, все у нас в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священная, на которой жили наши предки, на которой сейчас живут наши люди и которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей, мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою историю. То есть, ну как бы все правильно, если смотреть украинские перспективы, реально все абсолютно так и есть. Дальше Медведев продолжает. Кто же воюет против нас? Мы сражаемся против тех, кто нас ненавидит. Кто запрещает наш язык, да, наши ценности, да, да, и даже нашу веру, тем более, да. Кто насаждает ненависть к истории нашего отечества. Конечно, когда предваритель противоположной стороны говорит, что вас вообще не существует. Это и есть ненависть к истории нашего отечества. И дальше еще интереснее. Против нас сегодня воюет часть умирающего мира. Так и есть. Это кучка безумных нацистов, наркоманов. Да, в России сейчас, вот сам Медведев, собственно, есть наркоман по большому счету, потому что он алкаш. А также одурманенный и запуганный ими народ. Именно так и есть. Это большая стая лающих собак из их псарни. С ними разномастная свора хрюкающих под свинков. Тут сразу вспоминается Соловьев-Киселев. И недалеких обывателей из распавшейся восточной империи, состекающей по подбородку от вырождения слюной. Слушайте, дальше он пишет. У них, у этих врагов наших, нет ни веры, ни идеалов. Кроме выдуманных ими же, похабных привычек и насоздаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь. Слушайте, ну разве это бред? Это абсолютно правильное описание, разумное, правильное, точное описание украинской борьбы против Российской Федерации. Действительно, Россия ненавидит историю Украины. Действительно, Россия пытается везде, отовсюду исключить украинский язык, называет этот язык искусственным. Действительно, Россия это часть умирающего мира. И действительно, ею управляют безумные нацисты, наркоманы, господи, сам Медведев является наркоманом, то есть алкашом. И хлюкающие под свинки в виде Киселева, Симоньян и Соловьева и так далее. И недалекие обыватели, у которых с промытыми мозгами. То есть, он пишет, в общем, все абсолютно верно. Еще смотрите, про международную ситуацию, как пишет Медведев. «Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы». Ну, если мы вспомним о Чечне, о Грузии, об Эстонии, о Латвии, да, так и есть. Это другие страны действительно ждут, были изнасилованы вот эти темные империи. Действительно хотят, чтобы от них там, чтобы кто-то поднялся прочнее. Дальше, смотрите. «Повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грозят чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранение своей власти над миром». То есть, Российская Федерация, в общем, довольно точное описание Российской Федерации. Многие страны давно не верят российским бредням, но просто пока боятся их. «Скоро и они проснутся окончательно, и когда трухлявый российский порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов». Типа самого Медведева можно тут добавить. То есть, все правильно пишет. И еще давайте разок самую яркую его цитату. «Наша цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал. Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель – погибель, наша цель – жизнь, его оружие. Затейливая ложь – наше оружие – правда». Тут он говорит просто о Владимире Путине, негативном персонаже. Причем говорит он даже уже не своими словами, не словами Дмитрия Медведева, он говорит словами Александра Габышева. Потому что Габышев именно в таких выражениях отзывался о Владимире Путине несколько лет назад. И вот теперь Медведев просто слово в слово повторяет все то же самое. Путин, на самом деле, даже храм же построил себе, вот этому своему культу в Подмосковье. Это называется главный храм вооруженных сил. Он набит какой-то там нумерологией, дьявольщинами, пентаграммой в буквальном смысле есть. Там ступеньки в этот храм отлиты из танков каких-то пробитых. Все, кто играл в игру Диабло, там вот все в стилистике места жительства финального босса. В этой игры, собственно, Дьявола. Там уже хранится главная реликвия Российской Федерации. Самое ценное, что есть в Российской Федерации, как это объявил один из заместителей министра обороны России. А именно фуражка Адольфа Гитлера. Это не шутки, это все абсолютно серьезно. Я сейчас говорю, там действительно, кстати, главный жрец и настоятель этого сатанинского капища. Знаете кто? Лично патриарх Владимир Гундяев, также известный как патриарх Кирилл. Если мы вот это все вспомним, вот эту всю интересную фигню. Да, если мы вспомним, кем был Медведев, кем он стал, про Габышева вспомним, про этот храм, про взгляды Путина на ядерное оружие, его применение и так далее. То все встанет действительно на свои места. Пазл сложится. Я порой думаю, что вот эта несчастная, раздавленная, пережеванная, переваренная, извиняюсь, высранная душа Владимира, извините, Дмитрия Медведева. Точнее, остатки этой души, уже, конечно, там от души мало чего осталось. Вот сейчас через Телеграм пытаются передать нам послания о положении вещей в Кремле. Маскируя эти послания, тот такой пьяно-угарный бред. В сущности, это такие отчаянные, зловещие предупреждения, призванные, как мне кажется, остановить демона. То есть, способные читать, да прочитают, да, вот эти все послания. Медведев хочет, как мне кажется, точнее не Медведев, Медведев это просто какая-то оболочка, да. То, что осталось от ошметков его души, хочет остановить демона, который давно сожрал самого Медведева. И теперь собирается уничтожить все живое на нашей планете. Нам в этой связи, как мне кажется, нужно либо единение всего человечества, либо какие-то светлые силы, в противовес темным силам, причем должны быть светлые силы, аналогичные мощи, чтобы они были способны справиться с этой ситуацией. Кстати, в каком-то смысле, наверное, можно говорить о том, что и Медведев сам мог бы помочь, потому что абсолютно лишенный субъектности, вонючка из Игры Престолов на каком-то этапе восстал против своего поработителя и вернул себе человеческий облик. Вонючку спасла и поспособствовала его перерождению обратно в человеку. Любовь. Есть ли у Медведева любовь? Вообще способен ли он на подобного рода действия? Осталось ли в нем что-то человеческое? Сможет ли он пойти на какую-то месть по отношению к Владимиру Путину? Я думаю, что нет. Если, давайте, объективно смотреть на вещи, рационально, то нет, не способен. Но он при этом все равно должен что-то подобное сделать просто по иррациональным причинам. Почему? Потому что это было бы очень литературно. Вот такое изменение медведевского сознания, которое произошло в одну сторону, и сейчас может произойти в сторону обратную. Это было бы очень похоже на какую-то книгу. А Россия, Российская Федерация, страна очень литературоцентричная. Там многое делается абсолютно иррационально только потому, что в книге так написано. Вот в книге написано, что Вонючка был таким, стал эдаким. То, я думаю, и с Медведевым может произойти что-то подобное. Ну, и давайте в следующей части я уже расскажу об еще одном литературном, очень литературном сюжете, который, как мне кажется, можно и так сказать. А именно о Путине, Эрдогане и их противостоянии в Черном море по поводу зерновой сделки. Также много других сюжетов будет. Не переключайтесь, сейчас будет короткая пауза. Продолжаем разговор. Иван Яковин, радио НВ. В предыдущей части я рассказывал о том, как Дмитрий Медведев, пережеванная душа, которого разорвано в клочья, пытается телеграфировать из Кремля о том, что захватившие Россию демоны пытаются сейчас уничтожить весь мир. Ну, и теперь давайте еще об одном достаточно таком литературном, полусказочном сюжете. Именно борьбе за Черное море между Владимиром Путином и Реджепом Тейпом Эрдоганом, президентом Турции. 30 октября, как вы, наверное, помните, Путин объявил о выходе Российской Федерации. Из сделки, зерновой сделки по отправке украинского продовольствия на мировые рынки. Это было сделано после того, как неизвестные силы атаковали российские корабли на рейде Севастополя. Это случилось 30 октября. 1 ноября Редоган объявил, что, знаете, нам, вообще-то говоря, пофигу, выходите вы из сделки или не выходите. Она для нас продолжает функционировать. И суда с украинским зерном пойдут из Одессы, порта Южный и какого-то там еще порта под турецким флагом. И те, кто, значит, попытаются утопить эти суда или что-то с ними нехорошее сделать, те столкнутся со всей мощью турецкого флота. Это было уже 1 ноября. И 2 ноября Владимир Путин объявил о возвращении Российской Федерации в сделку по зерну. Причем он это обусловил тем, что якобы Украина дала какие-то гарантии безопасности Черноморскому флоту. Чего сама Украина потом выступила. И устами, по-моему, это был заместитель министра иностранного дела. Бил, что никаких дополнительных гарантий никто Путину не давал. Сделка функционирует, потому что она была подписана. И если Путин выходит из нее или возвращается из нее, это его личное путинское дело. Потому что Украина даже у Российской Федерации, на самом-то деле, никаких документов не подписывала. Те документы, которые были подписаны, заранее, кстати, молодцы правильно сделали, заранее подписали не с Россией, а с Турцией и с Организацией Объединенных Наций. То есть все там Путин входит и выходит, как после КИА. Это дело его личное путинское. И когда все это произошло, мне на ум пришла сцена из мультфильма про Рика и Морти. Помните, когда там отец Морти вышел на улицу и там так шуршат листья и шуршат они звуком таким «Чмошник». Вот он понял, что природа ему об этом говорит. И Владимир Путин, конечно, в этот момент напоминал этого, значит, отца Морти. То же самое, кстати, подумали и российские ультрапатриоты, все эти военкоры, все эти ватные уберфашисты и так далее. Очень много критики в их адрес было по отношению к руководству России, которое вернулось к этой сделке. Ну и у всех, конечно, появились вопросы. А почему же Путин, во-первых, сначала вышел из этой сделки, а потом нафига он в нее вернулся, если вышел через три дня? Что же там случилось-то такое? Мне как кажется, я думаю, он вышел из этой сделки, потому что от него очень сильно требовали вот те самые военкоры, те самые фашисты, самые ультрафашисты, ультранационалисты, которые сейчас собрались вокруг Владимира Путина и составляют на самом деле единственную в российском обществе группу его поддержки. Потому что все остальное общество уже либо нейтрально смотрит на Путина, либо настороженно, либо вообще категорически против всего того, что сейчас происходит. За это, за поддерживать и войну, и мобилизацию, и введение военного положения и все прочее, только вот эта группа ультранационалистов, фашистов и вот этих военкуров-патриотов, так называемых. Вот они это поддерживают. Вот такие, знаете, воплощенный такой Гиркин, да, и Гиркина можно назвать, наверное, их неформальным лидером, выражающим их мнение. Кстати, куда-то он подевался, давно его не было слышно. Так вот, эти люди, которые составляют единственную группу поддержки Путина, очень сильно критиковали его за эту сделку. И он чувствовал в этом опасность, потому что он понимает, что, господи, если последний, кто остался в моем лагере, начинает меня критиковать, значит, что-то нехорошо. Значит, надо отменять эту сделку. Это первая причина, по которой он вышел из сделки. Вторая причина. Мне кажется, он очень хотел перекрыть Украине поток денег, который шел в Украину от зерна, потому что, ну, зерно дорого стоит, деньги идут, деньги тратятся и на поддержание текущей жизнедеятельности Украины, и, возможно, даже на закупку оружия какого-то, и поэтому для Путина это все, конечно, ужасно. А он же, знаете, в душе это все равно бизнесмен, если у него, конечно, есть душа. Он всегда деньги-деньги, он деньги очень любит, деньги всегда считает, и когда он видит, что его враги получают деньги, вот для него это, конечно, очень больно и неприятно. Ну, и третье, я думаю, он очень сильно хотел все-таки отомстить за взрыв моста Крымского и за атаку против кораблей российских в Севастополе, потому что это было очень-очень болезненным ударом с точки зрения пиара, с точки зрения, ну, политической, потому что когда вас бьют в самой защищенной гавани, самого защищенного ведущего войну флота, то это как бы означает, что вы никакой невеликий полководец, вы лох и говно. И поэтому для Владимира Путина это, конечно, было тоже очень-очень обидно. Вот, вот эти три обстоятельства как-то сошлись в одной точке, вместе сложились, и Путин так хлопнул каблуком по столу и сказал, все, выходим, выводимся из этой сделки, не можем это больше продолжать, совсем эти на букву H офигели. Так вот, но прошло буквально двое суток и вернулся к этой сделке. Почему? После звонка из Анкары, как я понимаю, все виной тому стал лично президент Турции Раджак Тейпердаган, потому что он как бы указал Путину на нескольких моментах, о которых Путин изначально не подумал. Момент номер один. Если бы Владимир Путин вышел из сделки по зерну, а зерно продолжил бы продаваться на мировых рынках, украинское зерно, да, то всем бы стала абсолютно очевидна, заметна, видна полная военно-морская импотенция самого Владимира Путина, которую он сейчас тщательно скрывает и симулирует свою военно-морскую мощь всячески разными способами. На самом деле от этой мощи, конечно, уже ничего не осталось. Сейчас из-за этого Владимир Путин, конечно, очень не хотел, чтобы все увидели, что его корабли, вот он приходит, мы не пустим, мы объявим блокаду и ничего сделать не может, и стоит как оплеванный, и все над ним смеются. Вот этого он не хотел. Он готов скорее признать, что мы продолжаем участие в сделке, но чтобы не было ситуации, когда все видели, что его угрозы не исполняются. Второе. Эрдоган пригрозил, я так понимаю, Владимиру Путину, что такие наполеонские планы по созданию в Турции хаба по транспортировке и продаже российского газа в Европу не будут реализованы. Сейчас, вы понимаете, Россия практически весь свой добываемый газ, ну, процентов, наверное, 60-70 сжигает буквально, либо консервирует скважины. Почему? Потому что некому продавать. Европа не покупает, в Китае столько не продашь. Жиженный газ тоже никак не продашь. В Турцию идет буквально чуть-чуть, но вот, собственно, Путин и планировал проложить еще одну ветку газопровода в Турцию и гнать этот, значит, газ в Турцию. А турки пускай его продают кому хотят, это типа уже не важно. Этот газ будет обезличенный, смешанный с газом из других источников, из Средиземного моря, из Каспийского бассейна и так далее. В общем, Путин надеялся на возрождение российской газовой отрасли благодаря Турции. И Турция ему сказала, чувак, если ты будешь топить наши корабли со зерном, то никакого газового хаба тебе не будет. Пошел вон. Имеет в виду. Это второе. И третье, как мне кажется, Турция почему так резко выступила за продолжение этой сделки и пригрозила Путину неприятностями зерновой сделки. Потому что Турция в этом смысле выражает мнение стран, очень многих стран Азии и Африки, которые не хотят голода себе, не хотят повышения цен на продовольствие. А кроме всего прочего, эти же страны, они, которые зависят от цен на зерно, они одновременно являются поставщиками контрабанды всякой разной в России. То есть, ну, та же Турция, например, покупает сейчас гигантское количество российской нефти, перепродает ее где-то Индия, то же самое. В Аббен из Турции в Россию идут всякие электронные причиндалы, прибамбасы, всякая механика, техника и так далее. Все то, чего России не хватает. Контрабанды, серый импорт туда-сюда. То же самое и с Индией связывает Россию сейчас. И поэтому, как бы, Индия, Турция и Китай, я думаю, отчасти, и страны Африки дали понять России, что вы, россияне, можете, конечно, это все перекрыть зерновую сделку, но это опиняйте на себя, вы останетесь без контрабанды из наших стран. Россия, ну, в общем, Путин понял, что без всего этого экономика России схлопнется там за месяц буквально. С одной стороны, продажи нефти на мировые рынки через такими серыми окольными путями, и с другой стороны, без поставок в Россию всякой контрабанды сложной. Тоже России будет очень тяжело. По большому счету, это можно характеризовать следующим образом. Путина просто наклонил Эрдоган и пригрозил прямо тут, как говорится, на месте, при софитах, при внимании глаз со всего мира, просто отыметь Владимира Путина, если то будет дергаться там в плане зерна. Путин решил, что это уже типа как-то чересчур, и не стоит прямо вот так вот с ним обращаться, и сказал, ладно, не надо, мы возвращаемся в эту сделку, пускай она работает как работает. Ну и придумал какое-то там абсолютно дебильное оправдание, что типа Украина гарантировала безопасность Черноморского флота, этого, конечно, не было, нет и никогда не будет. Далее. Надо сказать, позиции Эрдогана в этом вопросе по зерновой сделке оказались настолько сильными, я, честно говоря, даже не ожидал, что он прямо на что, то есть, как бы было понятно, что он может влиять на Владимира Путина, но я не думал, насколько может влиять. Итак, Эрдоган, турецкая пресса нам тут сообщает, газета Сабах, по-моему, Эрдоган в разговоре с Путиным выразил сомнение в целесообразности проведения российской спецоперации на территории Украины. Он предложил российскому президенту немедленно закончить ее, уступить все оккупированные территории Украины и начать полноценные мирные переговоры с Владимиром Зеленским. Это уже, знаете, это уже не наклонил, а это уже, знаете, ну ладно, не будем вдаваться физиологии, ну, короче говоря, Путину сделали неприятно, больно ему сделали вот такими заявлениями, потому что, когда говорят, слушай, вся твоя военная операция, это полная фигня, кончай морочить голову, вводи войска и будем дальше по-нормальному разговаривать, вот все то, что ты делаешь, вся твоя война, это фиаско, это бред, это никому не нужно, заканчивай. Что это такое? Это на самом деле уже начинается рубрика на встречу саммиту большой двадцатки в Индонезии, на Бали. Турки сейчас начали российскую вот эту загнанную в угол крыску подталкивать уже не в угол, а в речку, просто вот, чтобы она бульк и все. Пока турки действуют очень аккуратно, на мой взгляд, чтобы не напугать. Вот такими заявлениями говорят, слушай, Путин, ну, правда, ну, кому-то ни себе, ни людям, ни радости, ни счастья, одни проблемы, давай прекращай, давай реально прекращай. Вот такие заявления сделаны как бы подружески, да, не говорят, мы, если ты там что-нибудь не сделаешь, мы тебя там распнем. Нет, просто как бы подружески, ну, с точки зрения рациональной, ну, хватит, ну, знаете, ну, не надо, давай бросай, мы поняли, ты хотел, мы понимаем твои там эмоции, ты хотел показать, какой ты крутой, но не вышло у тебя, ну, раз не вышло, давай отступай, потому что сейчас уже все мы начинаем от этого страдать, нам это всем не надо, и ты в первую очередь, ты первый же пострадаешь, поэтому давай, друг, прекращай. Конечно, если Путин сейчас начнет дергаться и говорит, да уж как вы смеете, да я вот ядерную бомбу за бомбу схватиться, то я думаю, Турцию поддержат с двух сторон, подойдут к Владимиру Путину, беснующемуся крыске этой Индии, и Китай, и скажут, мужик, вот ядерное не надо, потому что у нас тоже есть ядерное, и вот давай без этого, потому что, ну, совсем плохо будет, и тебе в первую очередь, не надо. Речь тут идет, конечно, все о той же истории, о которой я уже несколько раз рассказывал, Самарканд, саммит Шанхайской организации сотрудничества в середине сентября в Самарканде, там Путину выставили ультиматум, все те же Турция, Индия, Китай, по мере ультиматум, приближение, скажем так, саммита на Болезни, ну, им сказать, за два месяца войну, ты должен прекратить. И вот приближается вот этот двухмесячный срок, скоро уже начнется саммит на Болезни, к которому все должно быть прекращено, и Путину, знаете, вот так вот по часам указательным пальцем стучат, говорят, давай, давай, заканчивай, заканчивай, все, уже вот время подходит. Ты обязан закончить к 13, если не ошибаюсь, ноября, к дню начала саммита на Болезни. Причем любым способом закончить. Они, я имею в виду страны глобального коллективного Востока, слишком много теряют от этой войны и хотят ее закончить как можно скорее. Если это будет победа России, если Украина будет разгромлена, и над Киевом будет рейд российский флаг, эти страны глобального Востока скажут, окей, нас устраивает, нам пофигу. Если наоборот украинские войска поднимут свой флаг над Кремлем, и это устроят, и даже мирное соглашение где-то посередине их устроят, им главное, чтобы не было войны. Вот для них, у них абсолютно себе любивые, эгоистичные, эрациональные, тут понимаешь, интересы. Они хотят, чтобы все это как можно скорее закончилось. Ну и поэтому, ну требуют они это от Путина, потому что не украинские войска все-таки находятся на российской территории, а наоборот, плюс Украину поддерживает Запад, а с Западом ни Китай, ни Индия, ни Турция ругаться не хочет. Поэтому они давят на Путина. Поэтому Путин все последнее время, то есть середина сентября, угрожал, требовал, умолял, пытался умаслить как-то, умаслить и так далее. Украина переговоров хотела. Хотел мира, перемирия, переговоров. Угрожал газовой блокадой Западу. Взрывал газопроводы. Угрожал взорвать плотины на Днепре. Каховская УГС, в частности. Вышел из зерновой сделки. Вот потом, правда, вернулся, но вышел из-за начала. Уничтожил, точнее, пытался уничтожить украинскую инфраструктуру, из-за чего вот у меня тут свет мигает до сих пор. Объявил о мобилизации, которая призвана была всех напугать. Не напугала, потому что мобилизация пошла через пень колоды. И все там, от мобилизации, это осталось такое достаточно печальное воспоминание. Аннексию территории объявил. А в аннексию тоже никто не поверил. Даже Индия, Китай, Турция. Сказали, слушай, не морочь нам голову. Нет никакой аннексии, мы в это не верим. Тем более, сам ты в это не веришь, потому что сейчас с Херсоном спускают российский флаг. Грозил ядерным ударом. Помните, даже Блинкин с Салливаном были вынуждены на это отвечать, что мы за ядерный удар вообще порвем Россию на британский флаг. Грязной бомбой стал грозить, когда понятно стало, что шантаж ядерный не удался. Забыли, кстати. Заметили, как забыли про грязную бомбу? Там прожужжат, кричал, шой, гузвонил каждому встречному поперечному. Все, нет никакой грязной бомбы, забыли про нее. Грозили вторжением со стороны Лукашенко. Лукашенко там что-то двигал какие-то войска туда-сюда. Но у него задача, на самом деле, достаточно простая. Он должен создавать видимость какой-то военной активности на украинской границе со стороны Белорусской. И он создает эту активность. Я абсолютно уверен, что никакого нападения со стороны Лукашенко не будет. Потому что он понимает, если случится нападение, украинские войска через два дня будут в Минске. И придется Лукашенко сматывать удочки и бежать в Россию, где его, скорее всего, опять же, посадят. И Путин его уничтожит. Это точно. Ну, и много чем еще он, в общем, грозил. Все почему? Почему такие давления, угрозы, угрозы и давления со стороны Владимира Путина? Ему очень нужно перемирие. Но ничего не помогает. Украина не дает ему ни перемирия этого, ни передышки никакой. И в этой ситуации, в общем, у Владимира Путина не остается нормальных выходов из текущей ситуации. И мы видим что-то странное, что происходит сейчас на полях сражения. Во-первых, российские войска очень активизировались там, где они надеются зайти в населенные пункты, а именно в районе Бахмута, Солидара и где-то там около Углидара, там Новопавловка, по-моему, село. Они за это село зашли, потом их оттуда выбили. Кстати, войти в это село, они закрепиться там они не смогут по одной простой причине. Это село, я так поинтересовался, село находится в низине, над селом стоит город Углидар. Кстати, когда-то в Углидаре у меня родственники жили. Так вот, с этого Углидара это село, Новопавловка, он простреливается. То есть, тот, кто контролирует Углидар, тот же контролирует эту Новопавловку. Если туда зайдут россияне, а они туда зашли, мы их моментально оттуда выбили просто огнем сверху из Углидара. Там эта Новопавловка полностью простреливается. Сгрепиться там, не обладая Углидаром, невозможно. Так вот, пытаются все равно россияне зайти на всех этих направлениях, указанных мною в населенные пункты. И при этом они, совершенно очевидно, сматывают удочки из Херсона. Идет подготовка к сдаче этого города. Я в этом практически уверен. Не могу сказать, что на 100%, но на 90% уверен. Почему? Потому что там вывозят население. Вот сегодня Путин, кстати, сам лично заявил, что давайте уезжайте оттуда. Тех, кто не уезжает, вывозят насильно. Воруют картины из картинных галерей, из музеев вывозят экспонаты, памятники вывозят. Даже могилу князя Потемкина выпотрошили, что в очередной раз, кстати, доказывают, что, знаете, вывезли сначала мертвых, а потом живых. Почему? Потому что для Путина мертвые, подземные, нижние, важнее, чем живые. Потому что для него, как говорится, свои, вот эти все трупы, для него из подземных, так сказать, миров, да, из нижнего мира, для него в 100 раз важнее демоны вот эти, чем ныне живущие жители нашего с вами измерения, нашей с вами вселенной. Потому что мы, в общем, для него чужие. Если верим, конечно, Гавашу. И сейчас уже и Медведеву. Так вот, я еще в мае, в июне говорил, что при условии поставок Хаймерсов в Украину удержать город Херсон российская армия не сможет. Так, в общем, и получается. Хаймерсы обстреливают переправы, ничего переправить через Днепр нормально не получается. Получается либо очень тяжело, либо с большими потерями, либо вообще никак. Поэтому я сейчас думаю, что удержать Херсон российская армия не сумеет, даже если напихает в этот Херсон 100 тысяч мобиков, чмобиков. Потому что их, опять же, нужно как-то снабжать, снабжать через реку. То есть, чем больше будет людей в Херсоне, тем сложнее будет снабжать этот Херсон. Тут такая зависимость. Поэтому Путину зимой это будет еще сложнее. Потому что, знаете, если будет небольшой лед на Днепре, а там может быть лед, не гарантированно, но может быть лед на Днепре. Корабли не ходят по такому маленькому льду, а ледокол-то туда не притащишь, потому что, ну ладно, где ты его возьми, чтобы ледокол. Поэтому и возить, и этими понтонными переправами, паромами ничего не получится. Короче говоря, это все, полностью остановится снабжение. Может быть, только по трубе будет идти топливо туда. В общем, для России Херсона такой чемодан без ручки прям классический. Очень жалко бросить, но тащить невозможно абсолютно. Поэтому вот что я думаю. Путину сейчас, смотрите, очень нужно перемирие. Он сейчас, я думаю, будет выводить войска оттуда, где эти войска очень тяжело держать. И попытается выбить с удобных мест украинцев. Если не получится, скорее всего, до зимы российские войска отойдут вглубь территории. Туда, где им самим удобно будет зимовать. Но вот от Херсона, скорее всего, из Херсона будут выведены войска, после чего Владимир Путин скажет. Я объявляю перемирие в одностороннем порядке. То есть Россия прекращает все боевые действия, будет отбиваться, но сама наступать не будет. Не будет вести никаких наступательных операций. И предлагает начать Украине всеобъемлющие переговоры о постоянном завершении конфликта. И, скорее всего, мы готовы к компромиссам, ждем того же от Украины. Мы хотим мира и только мира. И в качестве жеста доброй воли, театральная такая пауза будет, мы даже уходим из Херсона. Хотя нам с политической точки зрения, это наша территория, мы же объявили ее о России и так далее. Нам это трудно и все такое. Но вот ради того, чтобы заключить мир, мы даже на такие жертвы идем. То есть, к началу саммита на Бали, Владимир Путин хочет выглядеть максимально миролюбивым. Миролюбивым и готовым на любые, даже самые тяжелые для себя компромиссы. Он хочет сказать, показать Индии, Китаю, Турции и всему коллективному Востоку, что, блин, я уже вообще на все готов. Вот смотрите, Херсон даже оставил, лишь бы только договориться с этими украинцами, а они вот даже со мной говорить не хотят. Ну, я так понимаю, я думаю, что все мы это понимаем. Дело тут, конечно, не в миролюбии Владимира Путина, внезапно прорезавшимся, да. Она исключительно в том, что ему нужна передышка и самое важное, ему нужно показать своим партнерам на Востоке Индии, Китая, Турции то, что он хочет мира. То, что он готов к перемирию, то, что он готов этот мир заключить, потому что иначе, я так понимаю, что они им сказали. Если не будет перемирия, если война будет продолжаться, нам надоело, что только мы страдаем из-за этой войны, будешь страдать и ты. Мы против тебя ведем такие санкции, что тебе, падла, мало не покажется. Путин такого рода обращение с собой очень хорошо понимает. Вот когда Запад ему говорит, ну, давай, Путин, там, озабоченность мы проявим, ну, что-нибудь такое. Он над этим смеется, ему ржа. А когда ему там нож в горло приставляют, это он моментально реагирует, он очень хорошо понимает подобного рода разговор. И он, поэтому, собственно, и готов сейчас уже, наверное, и от Херсона отказаться, лишь бы только его Турция, Индия, Китай не ругали. Поэтому я сейчас, честно говоря, процентов на 90 уверен, как я вот сказал, что к началу саммита на Бали, к середине ноября, по-моему, это то ли 13, то ли 15 ноября, Владимир Путин оставит российские войска, либо оставит все правобережье Херсонской области, либо, ну, значительно улучшает, может быть, что-нибудь оставит в Херсон. Ну, скорее всего, уйдут даже из Херсона, либо объявят о том, что готовы уйти из Херсона, если Украина готова будет пойти на мирные какие-то переговоры. То есть, вот я думаю, процентов 90, что так оно будет, потому что иного выхода я, честно говоря, для Владимира Путина сейчас не вижу. Ну, процентов 10 оставим на сатанинское безумие, потому что, ну, как, видите, уже разные источники нам говорят, что Владимир Путин является дьяволом, демоном. Не дьяволом, а вот по классификации Габышева Владимир Путин был таким мелким, как бы, демоном, да, не самым главным верховным правителем, как об этом говорит Медведев. Но Медведев как бы подчиненный Путина, поэтому он, наверное, вот Путина на пьеде стал воззывать, как самого главного, самого страшного, ужасного. Но, думаю, он как бы немножко приукрашивает заслуги своего босса. Тем временем, что касается безумия, кстати, вот очень важная новость на этой неделе пришла, напечатала газета New York Times. Она объявила, что российские военачальники уже, в общем, серьезно обсуждают генералы в узком кругу, правда, но всерьез обсуждают возможность применения ядерного оружия на территории Украины. Данные эти New York Times получила из Вашингтона, из Пентагона, из Белого дома. И, знаете, такие утечки, как вы понимаете, они сами по себе не происходят. Дело в том, что тут фактически газета New York Times написала, что в кругу российских генералов, то есть в узком кругу самых высокопоставленных российских генералов, есть один, а может быть даже и не один, агент или агенты американской разведки, которые докладывают, телеграфируют в Белый дом и в Пентагон о том, что Россия, в общем, готова к применению ядерного оружия, не готова, а готовится, готовится, да, к применению ядерного оружия в Украине. То есть, это, конечно, если такие источники существуют, а мы видим, что они существуют, но если не врет New York Times, что тоже, конечно, может быть, но маловероятно, давайте честно скажем. Так вот, если такие источники существуют, то вы понимаете, это суперценный источник информации, и его так объявлять о его наличии, конечно, никто бы не стал, если бы ситуация не была экстраординарной. Видимо, ситуация действительно экстраординарная, видимо, обсуждение действительно серьезно идет, и поэтому американское руководство через New York Times говорит, мы знаем, о чем ведут разговоры российские генералы, собираясь в узком кругу, мы знаем, о чем они беседуют, даже о ядерных обсуждениях мы знаем, поэтому не пытайтесь от нас что-то там скрыть, слышите ли вы нас, россияне, мы знаем все, что вы планируете, мы знаем каждый ваш шаг наперед, поэтому, если вы соберетесь применять ядерное оружие против Украины, то мы будем знать это раньше, чем это будет знать Владимир Путин, имейте это в виду. Таким образом, я думаю, с помощью этой утечки американцы пытаются напугать россиян, российское руководство сказать, что даже не пытайтесь скрыть от нас хоть что-то в этой сфере, мы все прекрасно обо всем осведомлены, и плюс, я думаю, они хотят показать Владимиру Путину, что ты знаешь, Владимир Путин, даже среди твоих самых наиболее приближенных генералов есть наши агенты, и если у тебя рука потянется к красной кнопке, то эти агенты могут тебе выстрелить в затылок или что-нибудь такое сделать нехорошее. То есть, типа, имей в виду, бойся, Владимир Путин, вот так вот, я думаю, они хотели бы интерпретировать вот эту утечку в New York Times. Обстоятельства совершенно ненормальные того, что сейчас происходит, именно поэтому, мне кажется, американцы вот так, да, агрессивно сливают информацию в прессу, заявляя о том, что все они хорошо знают. Кроме того, я думаю, они хотят сейчас, собственно, эти американские начальники хотят показать, что примут соответствие, не знаю, может быть, какой-то предупредительный ядерный удар будет нанесен по России, в том случае, если российские ядерные заряды начнут доставаться из хранилищ, из каких-то там мест, где они складируются и так далее. В общем, говоря, сейчас американцы дают понять Путину, что мы все под контролем держим, мы все видим, мы все знаем, и не вздумай что-то там взбрыкнуть, потому что в этом случае все пойдет тебе совсем плохо. И помимо такого, как бы, острой такой угрозы в адрес Владимира Путина есть и чуть менее острая, ну, например, договорились вот на этой неделе о том, что будет введен подалог цен на российскую нефть на мировых рынках, то есть все страны Большой Семерки, плюс Австралия об этом договорились. Я думаю, рано или поздно к ним начнут президентцы и другие страны мира, которые не захотят портить своих отношений со странами Запада, с ведущими странами Запада. Таким образом, цена российской нефти будет понижена примерно до 60 долларов за баррель. Она будет находиться на том уровне, который будет позволять россиянам добывать нефть, продавать ее, транспортировать и дальше добывать. То есть россиян делают просто бензоколонку, которая будет отдавать свой бензин бесплатно. Ну, не бесплатно, с покрытием исключительно расходов на функционирование этой бензоколонки. Ни о каких прибылях речи уже быть не будет. Россия объявила, что не станет продавать свое топливо тем, кто будет давать вот такую пониженную цену. Но на самом деле желающих переплачивать за российскую нефть, мне кажется, будет немного. И все люди скажут, у нас 60 цена, такая цена в 60 долларов нас полностью устраивает, поэтому придется вам, россияне, смириться. Видимо, к этому все идет. Это, конечно, антирыночный механизм воздействия, но рыночная экономика это изобретение западных стран. А Владимир Путин от всего западного, как мы с вами многократно имели возможность убедиться, от всего западного он пытается отказаться и отвернуться. Вот, пожалуйста, ему теперь такой шанс. Не нравится тебе западная рыночная экономика? Вот на тебе ограничения на потолок российской нефти. Вот такую цену будешь платить. И, точнее, не платить, а получать и не долларом больше. Это, мне кажется, очень-очень хорошая своевременная мера. Правда, знаете, как своевременная. Она своевременная, еще более своевременной была бы, наверное, в марте. А не вот сейчас она только с декабря вводится. А потолок цен на нефтепродукты, так вообще с января. Я думаю, все это надо было вводить в марте и в апреле, а не сейчас. Ну, ладно, лучше поздно, чем никогда. Действительно, не будем уж слишком-то отругать страны Запада за такую медлительность. Тем временем Иран обратился за помощью к Российской Федерации в развитии своей ядерной программы. Программа, это, как многие уверены на Западе, и, я думаю, небезознавательно уверены, в том числе нацелена на создание собственной ядерной бомбы. Это вот то, о чем я трындел здесь уже, извиняюсь за мульгаризм, довольно много и долго. Действительно, Иран поставляет в Россию гигантское количество оружия. Того самого оружия, которое Ирану теоретически должно было бы понадобиться для уничтожения своего заклятого врага Израиля, а также еще одного заклятого врага Саудовской Аравии. То есть, почему Иран сам себя разоружает перед лицом своих злейших оппонентов, с которыми он неоднократно собирался воевать, по некоторым даже удары наносил и так далее. Вот вам не кажется, что это просто дичь, это безумие со стороны Ирана было бы так делать? Но выясняется, нет. Конечно же, это никакая не дичь, это никакое не безумие, потому что Иран взамен получает ядерные материалы, ядерные технологии и чертежи, как смастерить маленькую ядерную бомбу, которую можно поместить на баллистическую ракету и отправить либо в Саудскую Аравию, либо в Израиль. Вот что Иран получает взамен от России на эти шахеды, на эти какие-то ракеты, мухаджиры и так далее. Мне кажется, это было настолько очевидно, что, в общем, что иранцы получают, знаете, не деньги и не бочки медом и коробки печенья из России в обмен на свое оружие. Они получают ядерные технологии для создания атомной бомбы. И поэтому для меня всегда было удивительно смотреть на то, как Израиль в первую очередь, ну и многие другие страны молчаливо смотрят на то, как иранцы отправляют свои вот эти беспилотники в Россию, чтобы она применяла их против Украины. Ну и сейчас вот придется, видимо, что-то делать уже и Израилю, и западным странам в первую очередь, конечно, США, потому что ситуация становится реально супер опасной. Если Россия снабдит Иран всеми необходимыми материалами, комплектующими технологиями, ну и у Ирана хоть через две недели будет уже ядерная бомба. И тогда что будут делать Соединенные Штаты с Израилем? Вот тогда будет самое интересное. Знаете, вот у Китая есть свой как бы карманный психопат, это Северная Корея. Так и у России может появиться свой карманный психопат с ядерной бомбой. Важное уточнение. Не просто психопат, а психопат с ядерной бомбой, а именно Иран. Хотя уже, знаете, Иран выглядит даже поприличнее, чем Россия. Уже сложно сказать, кто чей карманный психопат в данной ситуации. Но в любом случае я все-таки не теряю надежду, что ну хотя бы Израиль. Вот в Израиле сейчас поменялось правительство, опять правые пришли к власти. Я надеюсь, что ну хотя бы у них там что-нибудь встрепенется, что-то проснется какой-то инстинкт самосохранения, и они начнут хоть что-то делать для того, чтобы противодействовать расширению иранского влияния в том числе на европейском континенте, в России и в Украине. На этой оптимистической части ноти у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. Да пребыть с вами сила и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова